Привет, друзья мои! Слава Украине! Привет от Полонского! Ребята, хотел вам рассказать о своей личной истории, которая произошла с моими друзьями. Это не моя личная, но это история и не одна. Которая произошла с моими не то что с друзьями, а с очень хорошими друзьями, которых я знаю уже десятки лет. Первый случай это оба Буча. Буча, ну точнее это не Буча, это люди, которые жили рядом с Бучей. В первом случае, если я не ошибаюсь, это Ворзель. Люди ехали, муж с женой и с двумя детьми. И, короче говоря, это жена, это моя однокурсница, еще с универа, с киевского, ее убили. Их расстреляли обоих, собственно говоря. Прямо в своей легковой машине. Вот и все. Вот и вся песня о том, что они говорят, мы не стреляем по-гражданским. Это моя однокурсница, я ее знаю 30 лет. Вот так вот. Это первый момент. Второй момент. Мы, говорит, по-гражданским не стреляем. Ну, как же вы не стреляете? Посмотрите. У меня есть еще одни друзья, с которыми я лет 25, наверное, знаком. Которые живут в Горенке. Горенка это село такое небольшое, сразу за Пущей. Вот кто знает, еще в Одессу киевскую, сразу за ней Горенка, там за лесом. Она буквально там в 500 метрах от Пущи. И она никогда не была, собственно говоря, под оккупацией. Но туда постоянно что-то прилетало. И туда залетали грады, снаряды и так далее. Чтобы вы понимали. Ну, слава богу, эти люди успели сбежать. И они сами не погибли. Но дом им сожгли. Сожгли градом. Вот, собственно. И соседний дом сожгли. Там их сестра живет. И так далее. То есть, там вся улица. Вот у них улица Шевченко. Там сожгли все. Ну, там от него почти ничего не осталось. Пару домов. Вот Горенку сожгли полностью эти гады, когда крылья градом. Они и в Пущу там прилетело хорошо. Ну, Пуща меньше тоже пострадала. Но пострадала поменьше. А Горенку они немилосердно раздолбали. Я не знаю, сколько там домов осталось. Но там большая часть сожжена. Вот вам примеры, как говорится, из первых уст. От того, что я людей знаю десятками лет. Это мои хорошие друзья, с которыми мы бухали вместе, с которыми учились вместе, с которыми шашлыки делали вместе. В этой Горенке сколько я провел там времени прекрасного. Все, этого больше нет. Это все сожгли. Вот вам пример. А они говорят, что ничего не прилетает, ничего нет. Ну, понимаете, как можно вообще верить расистам? Тут все вилами по... У нас в Киеве каждая... Ну, сейчас поменьше. Раз в 5-6 часов тревога воздушная. А так было постоянно. Это же беспрерывно. Каждые полчаса, каждый час у тебя ви-ви над головой. Все, полетела очередная ракета от расистов. Вы что думаете, она куда-то летит там у нас в промзону? Да ни фигушечки. Падает в жилые районы. Знаете, сколько в Киеве и Киевской области уже домов частных разбито? Больше 600, 650, что-то около того. Это как? Это частные дома или частные дома? Это, кстати, может быть, и не частные дома. Это и девятиэтажки. Вот как от этой ракеты, которая шлепнулась у нас на Виноградере. То есть, ребята, расисты лгут на каждом слове, на каждом шагу. Сейчас они хотят каким-то образом от бучи, от этой откреститься. Естественно, у них ничего не получится. Потому, что там столько преступлений. Там столько... Они столько там натворили, что международному уголовному суду разбираться очень долго. И, с моей точки зрения... Нет, Международный уголовный суд однозначно нужен. Но проблема, знаете, в чем Международного уголовного суда? Она проблема в том, что это очень долго. Очень долго нас не устраивает. С моей точки зрения, гораздо эффективнее создавать украинский аналог МОСАДА, который тихонечко, без шума и пыли будет... Знаете, как МОСАД поступил с теми террористами, которые расстреляли израильскую сборную на Олимпиаде 1972 года? Вы поинтересуйтесь. И вот по аналогу, по образу и подобию надо просто вот с этой всей швалью, которая нам снесла Пущу, которая нам снесла Горенку, Бучу, Демидов, Господи, Ворзель, Ирпень. Предчисляйте сейчас Иванков, города пострадавших, Немишаева, Бородянка. Это только с этой стороны Днепра. Я же не полез на ту сторону Днепра. Данные вот этой швали, которая это все делала, уже есть. Сейчас они будут получены уже там... Сколько их там было тысяч человек? Все эти фамилии, адреса и так далее будут получены. Соответственно, с моей точки зрения, решить их надо будет. Этот вопрос нужно будет решить в стиле МОСАДА, никак не по-другому. Потому, что Международный уголовный суд, то все хорошо. Их, конечно, осудят, рассудят Россию. Не знаю, там Россию в том виде, в котором она будет уже после проигрыша в войне. Будет ли она или не будет. Тут мне тяжело сказать. А есть конкретные гады, которые это все делали. И с ними нужно... И с ними нужно. Вот так вот. Это мое личное мнение. Я думаю, что со мной согласятся практически все. Справедливость должна быть восстановлена любой ценой. Слава Украине! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!